Здравствуйте! Я думаю, что вы нажали на кнопку этого транса не просто издосуживали любопытства. Я искренне верю, что вы хотите получить что-то очень важное и очень ценное для вас. Так вот, не надо думать, что я хочу помочь вам. На самом деле я не хочу вам помогать, потому что я хочу, чтобы вы сами сумели, смогли помочь себе. В ходе этого маленького упражнения, путешествия к себе, внутрь себя, которое позволит реально и сильно изменить и улучшить вашу жизнь в любой ее области ипостаси. Я не знаю, чем именно в вашей жизни у вас сейчас проблемы. Может быть, это связано с вашим здоровьем, и не просто физическим, а может быть, душевным и психологическим. Потому что подлинно здоровым можно считать только того человека, который просто не колышет все то, что происходит в этой жизни. Может быть, это взаимоотношения, очень важная сфера, потому что живом-то не на облаке, а живем-то мы среди людей. Может быть, это куда более интимные взаимоотношения, связанные с любовью или даже с сексом. А может быть, это, увы, немного банальная, но от этого не становящаяся менее важной тема работы и денег, которые она приносит, или отдельный денег, который на самом деле можно не только зарабатывать, но еще и получать. Я не знаю ваших проблем, но я точно знаю, что сейчас ваш бессознательный ум, ум, который позволяет вам выживать в этом сложнейшем мире, а иногда даже еще и жить, определит и выберут ту проблему, которая станет главной темой нашей работы в этом маленьком упражнении на транс. Очень хорошо. И даже если вы еще не выбрали эту проблему, если она еще только выбирается, это не мешает, она только помогает нам идти дальше и глубже в освоении наших внутренних пространств. И может быть, даже прямо сейчас с открытыми или закрытыми глазами, а нет ничего страшного, если они останутся открытыми или сами собой, закроются через некоторое время. Ваш бессознательный ум подскажет и покажет вам пейзаж и время года, которое будет соответствовать той проблеме здоровья, взаимоотношений, любви и секса, работы или денег, которые он выбрал. Я не знаю, каким будет этот пейзаж, каким будет времен года этого пейзажа, я не знаю даже, какое время дня будет там, но единственное, что я точно знаю, так это то, что через некоторое время этот пейзаж сам собой появится перед вашими глазами, открытыми или уже закрытыми. И, наверное, можно уже себе позволить расслабиться, немножко развязать тесемочки вашего тела, отпустить ум блуждать и начать погружаться глубже и дальше в волшебную реальность исцеляющего транса. И можно даже представить, что где-то там, уже глубоко внутри, вы находитесь в том пейзаже вашей проблемы, который подобрал ваш бессознательный ум. Пожалуйста, оглянитесь вокруг себя, увидьте деревья или траву, листья или, может быть, что-то другое. Пожалуйста, внимательно, как художник, фотограф, оператор, изучите все визуальные характеристики того места, где вы сейчас оказались. И по мере того, как вы будете изучать это место, этот пейзаж, соответствующий вашей проблеме, может быть, даже вы начнете слышать звуки или тишину, которая сопровождает этот пейзаж. И по мере того, как вы будете слышать эти звуки, возможно, будете даже ощущать что-то очень важное, что-то, что позволит вам открыть новые, еще более глубокие пласты вашего сознания тела, подойти и приблизиться, и обрести решения, те самые решения, которые есть главное в нашем столкновении с любой проблемой. И, может быть, даже прямо сейчас, желая изучить пейзаж вашей проблемы более полно и всесторонне, вы решаете двигаться, идти в каком-то направлении, неважно в каком, в котором вас влечет ваш внутренний компас, ваш бессознательный ум, ваша душа. И вот так двигаясь, идя куда-то, куда глаза глядят, вы, может быть, даже через некоторое время почувствуете, или даже сразу увидите, где-то там, дальше, но совсем не так далеко, как оказалось, дом, не очень старый, но, к сожалению, не очень хорошо сохранившийся дом, который вызывает в вас острое чувство узнавания чего-то родного, своего, близкого, как собственное тело, как любимый костюм, как своя душа, как своя психика. Дом, который когда-то был очень крепким, дом, который когда-то был полон жизни и сил, а сейчас, с течением времени, оказался заброшенным, оставленным без внимания, ветшающим, худшающим, и, может быть, даже вы подходите ближе к этому дому, который поразительно близок вам по духу и телу, и более внимательно изучаете, что же такого плохого, самого плохого происходит в этом доме, в доме вашей души, в доме вашего тела. Я не знаю, что именно само собой, в первую очередь, а может, во вторую, и это не важно, само собой буквально бросается вам в глаза и вызывает странные чувства опасливого узнавания. Может быть, у этого дома совсем покосился фундамент, может быть, его стены пошли трещинами или покрылись плесенью, может быть, кто-то или что-то выбило его глаза окна, а может быть, они просто потрескались и помотнили. Может быть, даже у этого дома в буквальном смысле этого слова поехала крыша, прохудилась, и теперь все невзгоды, все непогоды проходят в этот дом и уродуют его внутренние пространства, в которых до этого так хорошо, так легко, так весело, так эффективно можно было жить. Вы тогда, но не сейчас. И тогда, влекомые внезапным внутренним побуждением, вы принимаете максимально твердое решение восстановить этот дом, сделать его достойным и доступным для эффективности и счастья, для благополучия всей вашей жизни, и даже немного перестроить, потому что меняется время. Дом создан несколько десятков лет тому назад, когда были другие архитектурные планы, другие архитектурные стили, и даже просто другие материалы, и другие коммуникации. А сейчас все это доступно для вас, непосредственно, прямо сейчас, и испытывая внезапно вспыхнувший, но не гаснущий и очень острый энтузиазм, желание и готовность изменить и измениться, восстановить этот дом, вы первым делом вызываете архитектора. Я не знаю, как вы с ним свяжетесь. Может быть, позвоните по мобильному телефону, который случайно окажется в вашей руке. Может быть, вы с ним свяжетесь посредством электронной почты, по компьютеру, который тоже как-то странно казался рядом с вами. А может быть, это будет какая-то почти потусторонняя телепатическая связь. Но что я точно знаю, так это то, что через некоторое время самый лучший, ваш архитектор, который только и сможет создать идеальный план восстановления и перестройки вашего дома, окажется рядом с вами. Я даже не знаю, кто это будет. Может быть, мужчина. А может быть, женщина. Может, он будет совсем молодым. А может быть, наоборот, умудренным опытом. Но я точно знаю, что это будет именно тот человек, который прямо сейчас на ваших глазах достанет из своего портфеля или папки готовые планы восстановления и переделки вашего дома. И тогда и только тогда, когда уже очень скоро вы вместе с ним изучите, одобрите и примите планы. Те самые планы, которые позволят вам стать эффективным и счастливым, тогда и только тогда мы пойдем дальше. Это уже скоро. Потому что пока здесь во внешнем мире проходят минуты, там во внутреннем мире проходят часы ни, недели, месяцы. А если надо, то и годы. И вы располагаете абсолютно всем временем для того, чтобы отыскать то, что давно уже пора найти, вернуть то, что когда-то утрачили, понять то, что давным-давно пора уже понять и стать таким, каким не просто должно, но нужно стать для того, чтобы быть эффективным и счастливым. И вы принимаете, принимаете новый план восстановления достройки вашего дома, благодарите архитектора, может быть, даже просите его вам помочь, потому что именно сейчас вы свяжетесь с бригадой очень высококвалифицированных уборщиков, которые способны будут убрать все ненужное из всех без исключения помещений дома вашей души и, более того, даже создать совершенно новую среду вокруг этого дома. Вместо этого чертополоха, этих заросших кустарников, среди которых невозможно пробиться и пройти, они смогут создать в перспективе условия для расцвета сада вашей души, в которой приятно будет находиться не только вам, но и любому человеку, который к вам приблизится. И, может быть, даже прямо сейчас эта бригада приезжает, появляется около дома вашей души и тела. Я не знаю, сколько их, я не знаю, какие они, я знаю только то, что они удивительно организованы и очень квалифицированы, и что они почти сразу, но тем не менее внимательно выслушают ваши распоряжения, пожелания и некоторые ограничения для того, чтобы их энтузиазм не был слишком болезненным для вас, почти сразу они принимаются на дело, и вы с изумлением и радостью видите, как прямо на ваших глазах все отжевшее, все испорченное, все ненужное, все былое исчезает в мусорных контейнерах, которые аккуратно пакуются, ставятся на платформу мусоросборочной машины и через некоторое время уезжают. И эта бригада забирает весь мусор, который за долгие годы накопился в доме вашего тела и души навсегда для переработки во вселенной, для бонуса, который вы приобретете, как любой человек, который в этом мире сделает что-то в себе или вокруг чище, лучше и правильнее. И тогда и только тогда, когда вы увидите, что дом ваш чист, что уборка закончена, что территории и пространства вокруг дома приведены в абсолютный порядок, тогда и только тогда мы пойдем дальше, и вы пригласите бригаду строителей, тех самых строителей, которые позволят воплотить все ваши смутные мысли и помыслы, все ваши желания и надежды и все точные и отточенные планы архитектора вашего тела и души в удивительной красоты постройку, в основе которой будет тот самый дом, который был вам дан, поведан и завещан вашими родителями, но который станет полностью соответствовать и вам и условиям вашей жизни и тому времени, в котором вы живете. И я не знаю, как именно появится эта бригада. Может быть, они приедут на микроавтобусе, может быть, они внезапно просто окажутся на пороге вашего сада и дома, а может, вы просто обнаружите, что они уже здесь и согласны приступить к работе, но я точно знаю, что они появятся. И точно зная, что спора и удивительно профессионально, быстро, но очень качественно, они полностью восстановят и переделают этот ваш дом, дом вашей души, дом ваше тело. Я точно знаю, что они сделают максимально устойчивый фундамент, опору, то, на чем мы стоим и на чем стоять нужно, фундамент и опору, которые не сденят с места, никакие катаклизмы и никакие холода не заставят ее поплыть. я точно знаю, что они сделают очень прочными, непроницаемыми, но доступными для всего полезного и доброго стены вашего дома, чтобы внутри всегда был уют, чтобы снаружи была чистота и красота. Я точно знаю, что они сделают новые окна и новые стекла, которые позволят вам взирать на этот мир незамутненным, или, как сейчас принято говорить, незамыленным взглядом, не смотреть на него через грязную призму своих собственных глупых представлений, своей собственно не очень чистой ауры, а видеть то, что есть на самом деле, то, что соответствует смыслу вашей жизни, то, что позволяет вам быть эффективным и счастливым. Они точно восстановят крышу, ту самую крышу, которая позволяет нам скрываться от невзгод, которая позволяет нам принимать мир, и которая позволяет нам не только принимать, но и понимать мир, чувствуя уют и покой внутри самого себя. И, конечно же, они очень внимательно отнесутся к внутреннему бранству вашего дома. Они взлят очень хорошее крыльцо, крыльцо, на котором приятно стоять, на котором приятно встречаться, на котором приятно встречать дверь, в которую захочется входить, если надо иногда выходить, холл или прихожую, в которой иногда можно будет задержать то или тех, которых не стоит слишком близко впускать в свою целую душу гостиную, в которой будет полна удовольствия от человеческих отношений и общения, в которой никогда не будет ссоры с клок, а будет только доброжелательность, внимательность и любовь, кухню и столовую, в которой можно будет пополнять свои энергетические запасы и не беспокоиться о качестве своей жизнедеятельности в любом варианте, неважно, физическом или психическом спальню, в которой им так приятно будет отдыхать, предаваться ленивой неге и одновременно с этим любить. Нет, не заниматься пошлым сексом, а любить в подлинном, самом высоком смысле этого слова. И, конечно же, кабинет, в котором будет так легко и просто работать. Радостно, легко, непринужденно и естественно. В котором работы будут в радость и жизнь не будет поглощена работой, а будет работой будет жизнь и будет удовольствие и будет счастье. И, может быть, еще другие комнаты, в которых вы втайне желаете, в которых вы втайне хотите. И все это будет воплощено и все это будет сделано. И через некоторое время уже очень скоро дом вашей души, дом вашей мечты, дом вашего счастья будет закончен. И тогда, и только тогда, когда это произойдет, уже совсем скоро. Потому что даже не хочется напоминать, что пока в этом внешнем мире проходят минуты, там, в внутреннем мире, могут пройти часы, дни, недели, месяцы и даже годы. Тогда, когда обстановка, обустройство, меблировка, дизайн нового дома вашей тела и души будет закончен, и когда вы почувствуете предвкушение и нетерпение, желание поближе познакомиться со всем тем, что вы создали и что было создано для вам, тогда и только тогда вы продолжите, но уже, в своей жизни наяву. Потому что все, что нужно, уже создано. Все, что нуждалось в исправлении, уже исправлено. Все то, что должно было быть открытым, уже открыто. И сохраняя это предвкушение, предвкушение новой жизни, в новом теле, с новой душой, с решениями вместо проблем, вы плавно, но неуклонно возвращаетесь, всплываете, возвращаетесь с глубин вашего транса, и сейчас я буду считать от одного до пяти, и на счет пять вы обязательно проснетесь и откроете глаза, но сделать это не резко, а плавно, чтобы переход из внутреннего мира и из внутренних пространств во внешний был для вас и плавным, и приятным. И раз, и вы начинаете возвращаться. И два, и вы как бы уже приближаетесь к поверхности. И три, и начинает мелко подрагивать ваши веки, это если глаза закрылись, или просто начинает проявляться этот мир, если они были открыты. И четыре, и вы открываете глаза. И пять, и вы видите то, что вы видите перед собой, реальный мир. И вы слышите звук или тишину окружающей вас. И вы ощущаете удовольствие и радость, предвкушение жизни. И находитесь в одном из самых лучших или приятных состояний, которое только может быть. Удачи вам. Начиная с этого дня, каждый день, каждый час, в любом вашем деле, в любом вашем начинании. Все будет хорошо. Счастливо.